В качестве небольшого приложения к русским новостям о тех книгах, которые стоит читать Вот одна книга передо мной «Государство и политическая форма» Карл Шмидт Вот обложка, можете посмотреть Издание 2010 года Высшей школы экономики, что тоже достаточно интересно В Высшей школе экономики действует такое гнездо по подготовке антирусских кадров Но эти антирусские кадры получают лучшую литературу для того, чтобы понимать, что происходит в мире, в стране что такое политический процесс что такое политика государства в целом Поэтому вот классика Карл Шмидт «Государство и политическая форма» Здесь говорится, например, о понятии народа Очень любопытная вещь Любая демократическая конституция предполагает существование дееспособного народа Слово «народ» наряду с другими значениями имеет тот особый смысл, что содержит противопоставление с любыми государственными учреждениями и магистратурами Народ есть те, кто не правит, не репрезентирует, не осуществляет функции организованные ведомственным образом То есть в народе могут быть только общественные организации Поэтому и общество Я бы вслед за Шмидтом определял именно так Это те, кто не правит Это те, кто не управляет Те, кто не является какой-либо магистратурой Не правит, не репрезентирует То есть Государственная Дума и прочие представительные органы Это не общество Не осуществляет функции, организованные ведомственным образом То есть власть и представители власти, структуры власти не являются ни народом, ни обществом Специфическое в понятии народ заключается в том, что народ является неоформленной И никогда до конца не оформляемой величиной Именно в демократии народ не может стать учреждением и простым государственным органом Он всегда больше, нежели некая служба, функционирующая в рамках своей компетенции для осуществления ведомственных дел Здесь понятие народа определяется негативно, причем через противопоставление с ведомственно организованной системой учреждений и магистратур То же самое надо сказать и об обществе Народом в особенном значении этого слова являются все, кто не отличается, не различается Все не привилегированные, все, кто не выделяется благодаря имуществу, социальному положению или образованию Ну вот какие-то такие вещи вы сможете прочесть в этой книге Посмотрим еще Обычно надо смотреть, когда вы важную книгу берете Содержание правовое государство и политическая форма, учение о демократии, народ и демократической конституции, следствие политического принципа демократии и так далее Исторический обзор развития парламентской системы, государственной этикой, плюористическое общество, новые принципы для правовой практики И интересная статья здесь есть под названием «Фюрер защищает право» Статья 30-х годов, Германия, Шмидт вообще считается консервативным, право консервативным, иногда даже ультраконсервативным мыслителем Ну вот высшие школы и школы экономики его тем не менее проходят и даже вставляют в книгу «Фюрер защищает право» Право имеется в виду правовую систему, которую я хотел бы представить Это Дмитрий Зыкин «Как оболгали великую историю нашей страны» 6 августа исполнилось 100 лет со знаменитой атакой мертвецов крепости Осовец, которая, в отличие от Брестской крепости, была подготовлена к отражению Атак неприятеля продержался очень долго И гарнизон, который, хотя и был по большей части изранен и перебит, покинул все-таки крепость в полном порядке И вот, как бы, вспоминая об этих событиях столетней давности, мы должны, с одной стороны, сказать, что власть вообще просто пренебрегает русской историей Они отметили начало Первой мировой войны и больше ничего А Первая мировая война все-таки шла многие годы и крупные события происходили в течение этой войны Поэтому снова вспомнить о Первой мировой войне призывает книга Дмитрия Зыкина «Как оболгали великую историю нашей страны» Здесь также говорится о русско-японской войне и о периоде февральской революции Это взгляд историка, который историком профессиональным не является Это не профессиональная историческая литература, которая бывает скучна Это очень динамичная историческая публицистика, которая захватывает те источники, которые ленивые историки сегодня просто не привлекают И поэтому продолжают толковать о русско-японской, о мировой войне, о февральской революции по советским учебникам Вот те, кто не хочет оставаться в плену тех глупостей, которые в этих учебниках написаны Этой пропагандистской мишуры, которая закрывает от нас истинную историю нашего народа Тем рекомендуется эта книга Да, вот прочту фрагмент, что происходило во время русско-японской войны Началась террористическая война, названная революцией 1905 года Каждый школьник знает, что поражение на фронте русско-японской войны Подточили без того прогнивший царизм, соответственно, придав ускорение набирающему обороту процессу народного возмущения Однако революция началась в январе 1905 года То есть за 4 месяца до Цусимы, за 7 месяцев до подписания мирного договора До конца войны было еще очень далеко Ее исход не ясен, ни о каком поражении речи пока не идет Но тем не менее, по всей стране начинаются забастовки Затем разворачивается настоящая террористическая война Боевики преследуют городоначальников, офицеров, крупных фабрикантов, даже городовых Под ударом оказываются и люди, известные всей России Так, 4 февраля 1905 года террористом убит сын Александра II, великий князь Сергей Александрович А 28 июня застрелен видный государственный деятель граф Шувалов Незадолго до этого произошел бунт матросов броненца Потенкин Чуть раньше вспыхнуло восстание в польском городе Лозь В этой связи интересно посмотреть, откуда у революционеров взялось оружие Начну с известной истории про пароход Джон Графтон В Лондоне для доставки оружия революционерами был куплен пароход Масштаб оцените На него погрузили несколько тысяч единиц стрелкового оружия В частности, швейцарские винтовки Веттерли Патроны и взрывчатку Пароход прибыл сначала в Копенгаген, потом в Стокгольм Туда из России в начале войны переехало японское посольство А дальше поплыл к берегам Финляндии, где сел на мель Команда выгрузила оружие на соседние островки Но больше его часть до адресата все-таки не дошла Тем не менее, во время одного из ключевых эпизодов революции 1905 года Декабрьского восстания в Москве Полиция зафиксировала, что некоторые его участники Были вооружены именно винтовками Веттерли Кто был организатором, непосредственным участником этой операции? Штаб находился в Лондоне А вот и список людей, фигурирующих в деле Вильсон, председатель Британского профсоюза моряков Член Британского парламента Акасси, японский военный атташе в Стокгольме Страутман, капитан парохода, член лондонской группы латышей СДРП Минк жил много лет среди мигрантов в Лондоне Штраус весной 1996 года Выехал в Лебаву с транспортом оружия Для Прибалтийского края был арестован и повешен Кристаб Впоследствии служил в разведуправлении РКК Целакус, один из лидеров финской партии активного сопротивления Лехтинен, впоследствии член ВКПБ СР Чайковский, Теплов, Волховский Черкезишвили, Рутенберг, Большевики, Литвинов и Буренин Что и говорит, дело борьбы с российской государственностью Объединило совершенно разнородные, надо отметить от себя И интернациональные силы Русских среди них практически нет Вот вторая не менее известная история о поставках оружия революционерам Покупается еще один пароход «Сириус» Его тоже загружают оружием 8,5 тысяч винтовок «Веттерли» И крупная партия патронов Разброс данных от 1,2 до 2 миллионов штук Корабль поплыл из Амстердама к берегам в районе города Поти «Сириус» прибыл на место, где его содержимое перегрузили на 4 баркаса И они расползлись как тараканы Кое-что наши пограничники перехватили Но значительная часть оружия от революционеров все-таки дошла Понятно, что война – это прежде всего борьба систем, экономик, промышленности и ресурсов в целом Так вот, всю войну в Японию шли поставки угля из Британии Там же закупались боевые корабли Экспорт оружия США, начавшийся еще до войны, резко увеличился в 1905 году Возникает вопрос, на какие деньги японцы совершили милитаризационный рывок В основном на американские и английские Именно США и Британия предоставили Японии соответствующие кредиты В целом же иностранными займами Япония покрыла 40% своих военных расходов Более того, в России обоснованно считали, что Китай нарушит свой нейтралитет и ударит по русской армии Здесь приводятся документы, которые подтверждают все это И подобные страницы нашей истории показывают, что очень часто те войны, которые мы считали локальными По крайней мере, по учебникам, на самом деле были интернациональными И предполагалось, что они перерастут в мировую войну Война русско-японская могла быть первой фазой Первой мировой войны Если бы не стратегический успех Российской империи При том, что были действительно локальные поражения Стратегический успех состоял в том, что удалось подавить революцию внутри страны Локализовать действия враждебной России со стороны США, Британии и других государств И заключить мирный договор, который оказался очень скоро ничтожным Фактически Россия практически ничего не потеряла в этой войне А Япония просто не могла продолжать войну Потому что силы ее были полностью исчерпаны И планы Американо-английской коалиции, которая за кулисами формировала поддержку японскому милитаризму Полностью провалились Еще раз рекомендую Дмитрий Языкин, как оболгали великую историю нашей страны Издательство «Питер», к сожалению, надо пристыдить издательство «Питер», которое испортило, просто испортило это издание Кругом расписав чаще, чем имя автора Дмитрия Языкина, упоминается имя Николая Старикова, который рекомендует почитать На первой странице Николая Старикова, прочитать На первой странице, тут тоже рекомендует Здесь еще раз, еще раз, еще раз На обороте, дважды, подпись Это просто невозможно Николай Стариков – это профанатор всякой исторической науки Это человек, который истории не знает, не изучает И то, что он пишет в своих книгах – это либо повторение общеизвестного, либо совершенно дикие выдумки Поэтому не читайте Старикова, и когда там пишут, Стариков рекомендует прочитать Вы сначала обратитесь к содержанию книги Вот Стариков не должен никакого влияния оказывать на ваш выбор, покупать книгу или нет Вот книгу Дмитрия Языкина, как и «Болгали. Великую историю нашей страны» стоит прочитать И третья книга, издательство «Книжный мир», которую хочу тоже порекомендовать Александр Плюхов «Афганский исход. КГБ против Масуда. Внешняя разведка» Это книга профессионального военного разведчика, ветерана первого главного управления КГБ СССР В настоящее время писателя Он пишет, конечно, не документальную повесть, а такой билетаризированный роман Но в котором угадывается очень много документальных деталей Которые неизвестны обычному читателю И это особенно ценно, по крайней мере, это дает некоторое представление о работе разведок Не только разведки, которая была в советский период, но и современных разведок Степень информационной работы, как ведется вербовка, как оказывается воздействие на завербованных Как действуют противники, иностранные спецслужбы на территории собственной страны, на территории третьих стран и так далее При том, что это билетаризированный материал, в нем очень много фактических деталей Которые поданы так, что заменены некоторые имена, искажены некоторые названия Но, тем не менее, автор явно основывает свое повествование на знании того, что на самом деле происходило В полной версии он, естественно, не может преподнести сейчас эту информацию Вот преподносит в той форме, в которой может Поскольку разведчики бывшими не бывают И материал этот изложен, как надо полагать, достаточно аккуратно, но очень занимательно для читателя Издательство «Книжный мир», Александр Плюхов, «Афганский исход», «КГБ» против «Масуда», «Внешняя разведка» Вот три книги я представил, и они могут быть интересны для читателя Я думаю, для русского читателя стоит именно такую литературу подбирать Книга Карла Шмидта, это для, конечно, ученых Для тех, кто всерьез анализирует, что такое государство и политика Вторая книга – это для любителей истории Именно для тех, кто хочет разобраться в русской истории И в тех страницах, которые оболганы и до сих пор остаются неизвестными Подавляющему большинству граждан И третья книга, скорее, более развлекательная чтива, но, тем не менее, весьма полезная Русские люди, читайте книги, читайте русских авторов Читайте лучших зарубежных авторов И старайтесь избегать макулатурного чтения, которое просто тратит ваше время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok